Остается определяющим, соответственно, для динамики тех активов, которые составляют основу соиспекретивной деятельности. Прежде чем двигаться дальше, давайте проверим качество связи, как меня слышно и нет ли проблем со звуком и с изображением. Если все нормально, можно поставить плюсики в общий чат, я пойму, что все окей и, собственно, будем двигаться дальше. Как меня слышно? Один плюсик вижу. Большое спасибо, Антон. Антон. Замечательно. Вижу больше обратной связи. Значит, проблем с технического характера нет. Но те, кто регулярно посещает правильный понедельник, помнят такой неприятный момент, что технические трудности нас сопровождают. Но я думаю, что в ближайшее время мы их разрешим, потому что остро поставили вопрос, собственно, с платформы вебинар. Потому что действительно прерывать сеансы тогда, когда у нас идет полноценный вебинар, где очень много, соответственно, слушателей, очень некрасиво. Поэтому я прошу прощения за то, что такие инциденты имели место в Бетсе. Будем, соответственно, все-таки стараться полностью их испечить. Но на это потребуется, наверное, какое-то время. Ну и потом технические проблемы. Это, наверное, то, что невозможно заранее все пересмотреть, потому что своего рода форс-мажор. Если случится нечто подобное дальше, сразу прошу прощения за это. Попробуем быстренько восстановить связь и, соответственно, выйти в эфир. Полагаю, что все, кто хотел посетить сегодняшний вебинар, уже в сборе. Большое спасибо, что смогли найти время. Еще раз напоминаю, что я всегда открыт к обратной связи касательно того, что, может быть, правильный понедельник стоит проводить в несколько иное время. В общем, в любом случае, фидбэк, обратная связь. Буду рад за это. Если будет больше пожеланий, значит, будем переносить время. То есть, это мой один из основополагающих посылов, который указывает все-таки и еще раз демонстрирует факт того, что я готов подстраиваться под вас, уважаемые слушатели. Ну а теперь давайте переходить к нашему вебинару. Прошлая неделя была очень интересная, поэтому сегодня нам, безусловно, есть о чем поговорить. Масса событий, масса отчетов. Интересно то, что они были серьезные с точки зрения потенциального эффекта на, опять же, те активы, которые стоят за рядом регионов. Но, наверное, еще интересен тот факт, что пока большая часть тех релизов, которые мы наблюдали на прошлой неделе, почему-то еще не дисконтирована в национальной валюты и стоимость тех активов, на которые этот фундамент, собственно, и должен был повлиять. Но, наверное, нужно еще немного подождать, поскольку все-таки мы руководствуемся долгосрочными прогнозами, зачастую это именно так. Я думаю, что мы непременно дождемся тех трендов, тех ориентиров и той динамики, которую ожидаем от рисковых инструментов, ну и, соответственно, американской валюты тоже. Давайте теперь переходить к нашему вебинару. Еще раз напоминаю, что это целостная оценка фундаментальной картины прошлой недели. После того, как мы подведем итоги всей пятидневки, плавно перейдем к отсчетам, которые у нас на повестке этой недели. Но и с замыкающим, скажем, слайдом будут основные ценовые ориентиры по также наиболее ликвидным валютным парам. Ну, те, кто, соответственно, постоянно посещает правильные понедельники, знают, о чем я говорю. Начнем буквально с самого начала, с первых торговых сессий и с того, что показывало у нас евро в плане динамики. Потому что евро для нас традиционный такой отправной момент в качестве активов динамики евро. А пляшем не только мы, но и, наверное, все финансовые площадки. Ну, особенно валютный рынок Форекс уж точно. Европейская валюта открыла прошлую неделю локальными потерями против бакса. Однако уже к концу того сессии вторника смогла продемонстрировать незначительный плюс. Хотя, вы знаете, если уж говорить тотально по всей пятидневке, тот рост, который мы наблюдали во вторник, он был только началом для настоящего полномасштабного серьезного релика, который показал главный валютный риск уже, собственно, под конец пятидневки. Участники рынка предпочли отложить спекуляции на тему агрессивного экономического стимулирования со стороны европейского регулятора. Можно сказать, до лучших времен. Потому что иначе оправдать то, что мы видим по евро, сейчас нельзя. Если рынок был бы логичным, то те шаги, которые были анонсированы со стороны Европейского центрального банка, это беспрецедентное экономическое стимулирование. Это не просто снижение процентной ставки. По депозитам ставки рефинансированы. Это еще и тот шаг, который мы с вами ожидали очень давно. Но этот шаг направлен на более агрессивное экономическое стимулирование и расширение программы количественного смягчения. Хорошо, что лед тронулся. 60 миллиардов в прошлом, 80 миллиардов евро в месяц это актуальная цифра. Но где же та разгрузка евро, которая в принципе должна была стать реальностью в динамике евро-доллара? Не стоит говорить о том, что эти стимулы были заложены заранее в динамику евро. Нет, это не так. Потому что вероятность того, что ЕЦБ выстрелит в буквальном смысле из трех орудий сразу была крайне низка. Самый оптимистичный сценарий предполагал возможность снижения процентной ставки по депозитам. Может быть ставки рефинансирования. Но что параллельно с этим будет расширенная программа QE, но это уже ва-банк. И действительно ЕЦБ пошел на него. Хотелось бы, конечно же, чтобы та моментальная реакция, которую мы видели по факту анонса этих решений, стала оппозиционным фактором, который подтолкнул евро вниз. И эта нисходящая динамика бы продолжилась. Но мы пока этого не наблюдаем. А значит, учитывая серьезный новостной фон, элементарное даже осознание того, что такие события и такие действия со стороны национальных монетарных властей, ну просто не могут сказаться. Кроме как разгрузкой на динамике того актива, который стоит за регионом, ну просто не может. А поэтому я снова призываю вас к тому, что разгрузка евро, она уверен не за горами. Но нужно терпеть, да. Нужно терпеть то, что евро демонстрирует нам такой повышательный динамик. Нужно терпеть то, что поведение евро абсолютно нелогично. Но вы поверьте мне, что будет крайне большим разочарованием, если вы сделаете ставку на рост. А когда евро покажет серьезное ослабление, вы сами себе зададите вопрос, почему же вы позволили допустить долгосрочную инвестиционную ошибку, зная то, что евро остается главным рыночным массажером. Еще раз повторяюсь, если торговать правильно, соблюдая элементарные правила риска менеджмента, не допускать высокого кредитного плеча. Те, кто знает основу моего трейдинга, думаю, согласятся с тем, что самый лучший вариант это вообще не преувеличивать с загрузкой депозита по плечу больше, чем 1 к 10. Хотя лично я использую плечики еще меньше. В общем, с такой загрузкой депозита вы можете терпеть позиции, вы можете терпеть локальные просадки, локальные убытки, не зафиксированные. Ну, в общем, ждать, пока бундамент все-таки найдет свое логичное проявление в динамике рисковых инструментов и доллара. Поэтому очень надеюсь, что те трейдеры, которые разделяют такую же долгосрочную позицию по инвестированию, знают и без меня, каким образом сохранять сохранность депозитов и каким образом правильно использовать практику и политику торгового элементарного инвесторского трейдерского риск менеджмента. Вернемся, собственно, к статистике. Почему евро в авторник показало локальный рост? Дело в том, что опубликованные данные по промышленному производству еврозоны указали на то, что сектор вырос на 2,8% против прошлого снижения на минус 0,1%. В месячном эквиваленте плюс 2,1% с прошлого снижения минус 0,5%. Учитывая то, что прогресс, который мы констатировали по промсектору, стал максимальным за последние 6 лет, без позитива евро оставить было ни в коем случае нельзя. Дополнительным стимулом для главного валютного риска стало снижение еще и нефти, которая потянула за собой мировые фондовые индексы. Разумеется, на этом фоне инвесторы снова вспомнили про защитные активы и статус евро как валюты фондирования. В последнее время этот статус неоднократно оказывал поддержку главному валютному риску. И мы сейчас понимаем, что если настроения на финансовых площадках резко меняются, то нам снова приходится отказываться от тех идей, которые предполагают ослабление евро. Потому что мы понимаем, что из-за опасений глобального характера евро снова будет использовано в качестве валюты финансирования для операции керри-трейда. Во вторник из других активов очень неплохую динамику показывала нефть. Хотя, учитывая то, что мы видели в четверг, а именно максимальные уровни, которые находились выше отметки 41.50, в принципе, все только начиналось. Во вторник нефть марки Brent просела до уровня 38-32. Согласно данным опроса Плаца, объем добычи нефти в ОПЕК в феврале составил 32-34 миллиона баррелей в день. Я думаю, что если, опять же, оттолкнуться от показателей квоты, которая сейчас характерна для ОПЕК, текущий показатель гораздо, скажем, ее превосходит. То есть, квота 30 миллионов баррелей в сутки, сейчас 32-34. Если мы еще добавим к этому и ожидания по темпам экономического роста и соответствующему потреблению энергоресурсов, то получится другая цифра. Мировая экономика, с учетом текущего потребления, готова съесть около 32 миллионов баррелей. И, соответственно, у нас здесь переизбыток налицо. И мы понимаем, что 32-34 – это не потолок, потому что в состав ближневосточного картеля, разумеется, входит и Иран. А Иран у нас планирует поднять производство еще как минимум на 1 миллион баррелей в сутки. То есть, перепроизводство будет катастрофическим. Это снова акцент в пользу долгосрочных идей, которые указывают на то, что бренд еще не миновал своих лучших времен. И, соответственно, если 17 апреля, как мы знаем, заседание, которое пройдет, окажется не судьбоносным с точки зрения реализации бычьего потенциала. То есть, если участники переговоров ОПЕК России не смогут достигнуть общего знаменателя по возможности слома негативного тренда, мы с вами развернемся по бренду и уже, наверное, в перспективе, может быть, даже до конца 2016 года, даже не задумываемся о том, чтобы поставить на рост и бренд, и WTA. Но до этих пор, соответственно, у нас есть еще практически месяц полноценный. Поспекулировать еще можно на росте. Те, кто еще не прокатился на длинных идеях по бренду и WTA, я советую рассмотреть возможности поиска уровня для этого. Но прежде всего посещайте брифинги, потому что мы уже нашли довольно-таки давно прекрасный уровень покупки горкосочного характера и также неплохо его реализовали. Вернемся к статистике по нефти. Саудовская Аравия сохранила добычу на отметке 12 миллионов баррелей, а в то время как Иран снова поднял эту планку и в этот раз разушагнул на 210 тысяч баррелей в сутки. То есть фактически до цифры в 3 миллиона баррелей. Хотя, если быть совсем точными, если вы помните, где-то ближе к концу прошлой недели, мы с вами сослались уже на официальные данные. И согласно этим официальным данным, объемы производства нефти в рамках Ирана уже составляют примерно 3,17, а может быть даже и чуть больше миллиона баррелей в день. То есть Иран перевыполнил все нормативы. Мы видим то, что даже их агрессивный план по увеличению объема производства, он уже перевыполнен с лихвой, потому что Иран, в принципе, до конца середины 2016 года планировал в лучшем случае поднять планку до 2,9, до 3 миллионов. Но сейчас уже цифра гораздо выше. Из других отчетов, помимо статистики от ОПЕК, ежемесячный, можно сказать, по объему производства, хотя мы, в принципе, даже без отчета ОПЕК, в принципе, умеем складывать и считать, и стараемся отслеживать показатели по производству в рамках ключевых регионов фактически каждую неделю. Из других отчетов по нефти, это запасы энергоресурсов в США. В частности, сначала у нас была частная оценка ОПИ, Американского института нефти. Запасы снова выросли на 1,5 миллиона против прошлого 4,4. В результате трейдеры утянули нефть вниз, хотя это было только ложным заблуждением, особенно если кто-то высмотрел в этом долгосрочный сигнал на распродаже. Я ориентировался на том, что на локальное ослабление пока поддаваться не нужно, потому что до 17 апреля мы еще сможем не раз прокатиться выше даже 41,5 доллара за баррель по бренду. Пара доллар-японская иена в начале недели продолжила торговаться в боковике. В принципе, можно сказать, что он характерен для нее и сейчас. Во вторник пара достигла уровня 112,62 после того, как Банк Японии принял решение не изменять денежно-кредитную политику. Если сослаться непосредственно на голосование, то 8 голосующих членов против 3 проголосовали в пользу того, что ставку лучше, соответственно, не трогать. Но, может быть, это правильно, хотя я сейчас не берусь говорить об этом. Мы полагаем, что Банк Японии уже давно должен был быть более подвижным и, наверное, таким же шустрым, как Европейский Центральный Банк. Потому что проблему с крайне низкими значениями по инфляции решить так и не удается. Проходит время, квартал за кварталом. И каждый раз мы возвращаемся к прямому тексту со стороны японского регулятора о том, что решение программы количественного смельчения не за горами. Мы без этого не обойдемся, потому что инфляция никак не может приблиться к целевому показателю в 2%. Однако резину продолжают тянуть. Может быть, из-за этого японская иена никак не хочет оказываться в числе аутсайдеров. Но будем ждать. Мы давно уже ждем, понимая то, что контраст политика американского регулятора и японской валюты – это как раз тот самый долгосрочный сигнал, который рано или поздно выстрелит с точки зрения отдачи, и мы сможем прокатиться на росте пары доллар-японская иена. Что касается ставки по депозитам, она осталась в рамках Японии на прежнем значении – минус 0,1%. Подавляющее большинство голосующих членов проголосовало также за неизменность и действующие программы количественного смельчения. Не способствовала росту доллара и американская статистика. В частности, в середине недели вышли данные по рыночной продажам, они снизились – минус 0,1% против прошлого – минус 0,4%. Индекс цен производителей – минус 0,2% против прошлого роста на 0,1%. А вплоть до среды, также в числе аутсайдеров, у нас была еще и британская валюта. Я бы уж поверил, что если уж евро не может нас порадовать, то, по крайней мере, фунт, который, в принципе, наверное, с точки зрения фунта имеет не меньше предпосылок для ослабления, все-таки осознал тот факт, что высоких значений он недостойный, пошел вниз. Мы видели, потому что тестирование пары фунт-доллар даже уровня 1,41. То есть, если мы вернемся к торговой сессии вторника, то там ослабление было порядка чем на 250 пунктов. Это очень много. Это говорит о том, что британец на текущий момент ядно находится на взводе, подвержен рыночным настроениям, и как только какой-то фактор оказывается превалирующим, перевешивающим, ну, положительный или негативный, такую динамику мы, собственно, и видим. Торговая сессия среды была насыщена на макроэкономические события. И вы знаете, то, что ключевым из этих событий стало заседание ФРС, в принципе, публикация ставки, традиционная пресса-конференция. После этого руководитель ФРС Жанет Елен. До оглашения ставки были опубликованы еще другие отчеты. В частности, мы ориентировались еще на показатели по инфляции в рамках США. Если говорить про годовую оценку, 1% против прогноза 0,9%. Что касается индекса потребительских цен без учета продовольственных товаров по энергоносителям, здесь еще больший прогресс, 2,3% против прошлого 2,2%. Это, между прочим, уважаемые трейдеры, максимальное значение с 2019 года. И я полагаю, что если среди вас есть скептики, которые могут по-прежнему разделять позицию того, что инфляция не растет, я думаю, что с этой статистикой, ну, спорить уж действительно трудно. И если не закладывать сейчас в основу оптимистичных ожиданий по американскому фундаменту, потому что доллар должен расти, я просто советую вам подключить общее видение и, наверное, логичные прогнозы и ожидания, которые стоит строить по показателю инфляции, отталкиваясь от актуальной ситуации на рынке труда. Еще раз напоминаю, что мы, кстати, в ходе брифингов на прошлой неделе детально останавливались на этом. Но, в целом, для тех, кто по причине, скажем, может быть, нехватки времени не посещает брифинги, а вот может обращать внимание и уделять внимание только вебинару «Правильный понедельник», хочу отметить то, что тот прогресс, который мы констатировали с прочими трейдерами на американском рынке труда, он явно указывает в пользу того, что американский рынок как никогда близок к максимальной занятости. Максимальная занятость сокращает количество свободных ресурсов. Работодатели начинают конкурировать за каждого потенциального работника, конкурировать через повышение заработных плат. Заработные платы, разумеется, подстегивают потребителей и потенциальных работников сделать ставку в пользу того или иного работодателя. Поскольку заработные платы являются издержкой работодателей, они перекладывают это на стоимость товаров и услуг, а стоимость товаров и услуг через рост подстегивает индекс потребительской активности, индекс потребительских цен. В общем, здесь логическая цепочка, наверное, выстроена. Я думаю, что вы все уже прекрасно ее усвоили. Значит, тот прогресс, который мы видим на американском рынке труда, он, соответственно, никак не может не поспособствовать тому, чтобы в перспективе ближайших кварталов мы приблизились, вместе со всеми трейдерами, которые делают ставку на показатели по инфляции, к целевому значению. А близость целевых значений – это как раз тот самый фактор и фундамент, который способен переубедить представителей ФРС и, прежде всего, Джанет Ерин, чтобы та осмотрела возможность ужесточения монетарной политики и повышения процентных ставок. Напоминаю, что сегодня мы говорили про прогнозы Goldman Sachs. И, в частности, Goldman Sachs сейчас разделяет полностью позицию большинства голосующих членов ФРС касательно прогресса на рынке труда и того эффекта, который этот прогресс может возыметь на динамику заработной платы и показатели по инфляции. Поэтому Goldman Sachs предлагает всем своим клиентам прямо сейчас незамедлительно делать ставку долгосрочного характера на рост американской валюты, особенно против японского конкурента. Ждать закрепления пары выше 120-125 и уж совсем, если кто-то позабыл, долгосрочная цель от Goldman Sachs это 135 иен против доллара. И подстегнуть, опять же, такой интерес к американцу, Goldman Sachs попытался своим прогнозом того, что ФРС пойдет на 3% ставки до конца этого года. Помимо роста инфляции в среду вышел еще и сильный отчет по рынку недвижимости, в частности, начало строительства новых домов на одну семью прирост очевидный, плюс 7,2%, в частности, до 822 тысяч. Это максимум с ноября 2007 года. Закон число закладок новых домов выросло практически на 31%. Вот вам еще один очевидный прогресс, которым спорить практически невозможно. Число разрешения на строительство увеличилось на 6,3%. Доллар на этом фоне действительно начал расти, Но на повестке еще была, собственно, пресс-конференция представителя ФРС, председатель ФРС Джанет Йеллин, которая показала, что долгосрочные инфляционные ожидания остаются хорошо зафиксированными и с текущим уровнем процентных ставок в федеральной земной системе куда более адаптивно и гибко в отношении всех потенциальных рисков, которые могут возникнуть. Это усиливает мнение, что руководители ФРС скорее дадут инфляции более ближе стать к целевому показателю в 2%, прежде чем возобновят цикл дальнейшего роста какосрочных процентных ставок. Исходя из этого, фьючерсы тут же стали корректировать, собственно, свои прогнозы, можно так сказать. И если до заседания ФРС, до публикации ставки и пресс-конференции вероятность того, что ФРС пойдет на повышение ставки в июне было практически больше 50%, то после заседания оно стало 34%. Я думаю, что если мы сейчас посмотрим на фьючерсные контракты, наверное, вероятность решительности со стороны американского регулятора по фьючерсному контракту упала еще сильнее. Но в любом случае, если правильно интерпретировать слова Джанет Йеллина, я надеюсь, что вы правильно их интерпретируете, можно сказать, что жесткая риторика, она не снята с повестки обсуждения. Ее просто пришлось отложить для более подходящих времен. И более подходящие времена, они могут наступить в прямом смысле через месяц, через два. Стоит только американскому рынку труда не дальше ремонстрировать тот прогресс, стоит только американской экономике динамично создавать новые рабочие места, тогда мы увидим, как позитив на рынке труда приведет к постепенному росту и заработных плат, а с ростом заработных плат, соответственно, будет подстегиваться и показатель индекса потребительских цен. Как бы то ни было, но американская валюта после комментариев Елен оказалась под серьезным давлением, чем тут же воспользовались ирисковые активы. Доллар-японская иена, в частности, к концу четверга провалилась до отметки 111.28. Евро-доллар оказался выше сопротивления 1.13, фунт нацелился даже на очень, абсолютно немыслимый, на мой взгляд, казалось тогда, уровень от следующего сопротивления, который был на отметке 1.44. Говоря про британскую валюту, здесь стоит отметить еще данные по рынку труда, хотя мы также в ходе брифингов на этой статистике останавливались детально. Напоминаю то, что никакого прогресса в целом мы не получили, и каких-то оптимистичных иллюзий строить не нужно. Уровень безработицы, да, признаю, остался на неплохом уровне, 5.1%. А вот что касается зарплаты, то участники рынка наивно полагали то, что зарплата могла повыситься сильнее, чем повысилась. И, в частности, мы увидели прирост, да, незначительный, 2.1% с прошлого 1.9%. Однако средний уровень зарплаты все равно остается заметно ниже докризисных темпов. И, судя по комментариям Банка Англии, до тех пор пока индикатор не найдет оснований для роста в район 2.8%, о повышении процентной ставки не может быть и речи. Поэтому этот фундамент, опять же, ожидание потенциальных действий Банка Англии вкупе с политическими рисками и с регулярной слабой статистикой, ну, разве это не повод, который, как мозаика, складывается в одну общую целостную картину, указывающую на то, что британская валюта должна быть в числе аутсайдеров. Но пока мы, собственно, этого не видим. Очень надеемся, что фунт все-таки думается и, наконец-таки, осознает тот факт, что стоит он очень дорого. И если уж не сама валюта придет к такому пониманию, может быть, сам Банк Англии даст понятие инструменту валютному национальному, что дорогая валюта не нужна британской экономике тогда, когда стоят серьезные риски со слабостью европейской валюты. А слабость евро, как вы знаете, должна сопровождаться таким же незаметным ослаблением и британской валюты из-за того, что европейский рынок является одним из ключевых рынков сбыта для британского бизнеса. Брент четверг достиг локального хая максимума с декабря 2014 года. Это 41,43, хотя на торговой сессии пятницы мы видели отметку даже 42,5. И, в частности, Бренту удалось проигнорировать данные по росту запасов нефти США. В частности, запасы снова выросли на 1,3 миллиона баррелей, против прошлого прироста на 3,8 миллиона. Почему? Поэтому мы увидели, собственно, рост актива, несмотря на то, что такая статистика должна была стать причиной ослабления. Я снова напоминаю вам о том, что сейчас трейдеры игнорируют локальный новостной фонд и делают ставку только на ожидания, связанные с заседанием 17 апреля. Как раз каждое подтверждение роста переизбытка предложений сейчас интерпретируется больше как доп. сигнал в пользу того, что ОПЕК и Россия, но прежде всего ОПЕК, наверное, осознают тот факт, что, кроме как ни они, никто не способен сломать этот негативный тренд. И куда уж больше расти предложению, чем текущие параметры, особенно в свете тех слабых темпов экономического роста, которые мы с вами констатируем. Я думаю, что на позицию ОПЕК может повлиять и тот факт, что нефтяники, энергетики, они, в принципе, генерируют один из основных, генерируют, может быть, даже подавляющую долю всего инвестиционного капитала, который вкладывается в мировую экономику. И поскольку сейчас мы наблюдаем, что происходит в целом с ценами на нефть, очень многие проекты ставятся на холд, замораживаются, это приводит к снижению капиталовложений, инвестиций, в целом мировая экономика не добирает приличного капитала. В общем, это недолгосочный взгляд, особенно со стороны тех, кто формирует глобальный тренд. ОПЕК непременно формирует эти тренды. Если, скажем, говорить простым языком, ОПЕК сейчас, в принципе, должны задуматься о будущем. И это будущее может для оптимистично настроенных трейдеров стать реальностью через решение по снижению объемов производства, которое подстегнет интерес к бренду и WTR, и станет причиной еще более серьезного роста и закрепления, в частности, бренда уж точно выше отметки 50 долларов за баррель. Но это очень оптимистично. Я, честно говоря, учитывая то, что все-таки являюсь большим медведем, склоняюсь в пользу того, что 17 апреля ни к чему стороны не придут. И 18 апреля, точнее, сейчас секундочку, по экономическому календарю. Так, 17 апреля у нас будет воскресенье. Да, хорошо, в понедельник, 18 апреля, когда мы с вами вернемся к оценке актуальных реалий, к снова оценке фундаментальной картины в ходе брифинга. Непременно коснемся этого новостного фона и, наверное, с большой долей вероятности будем с вами говорить уже о необходимости тотального разворота движения ниже 30 долларов за баррель. Это такой забегающий вперед прогноз, потому что я не верю в то, что стороны договорятся. Хотя у вас может быть совершенно другая позиция, и она имеет столько же, скажем, шансов на реализацию, столько, сколько и мои предположения того, что прогресса не будет. Из важных событий четверга стоит выделить данные по австралийскому рынку труда, снижение безработицы до 5,8-6%, которое тут же подстегнуло ралли по австралийцу, улетевшему к локальному хаю 0,76. Удивительно было наблюдать такие цифры по Австралии, потому что, в принципе, давно мы видим совершенно не соотносящиеся с реальности цифры. Не было оснований для роста на рынке труда, не было оснований для такого прогресса. Тем не менее, даже несмотря на то, что количество новых рабочих мест не создается теми темпами, которые могли бы закладываться в основу австралийского рынка труда, но все равно безработица общий показатель снижается. Поэтому я хочу сказать, что вполне вероятно, что эта статистика будет пересматриваться, и в случае ее пересмотра, то есть в рамках следующего месяца, мы снова увидим то, что фактическая безработица составляет не меньше 6%. Вот тогда, наверное, по австралийцу мы получим еще один негативный пинок, который должен отправить австралийскую валюту ниже тех значений, на которых она торгуется сейчас. Евро в четверг вовсе улетело в космос. Февральский хай 1.13.41, в частности, поддержал позиции главного валютного риска отчет по индексу потребительских цен в рамках еврозоны. Месячном показателе мы увидели то, что индикатор все-таки смог выбраться из отрицательной зоны и показал прирост в 0,2% против прошлого снижения на минус 0,4%. Но вот годовой показатель куда более объективный релиз и данные так и остается в зоне дефляции минус 0,2%. Поэтому для нас, скептиков, которые верят в пользу того, что верят в то, что даже текущее расширение программы количественного снижения будет недостаточно для подстегивания индекса потребительских цен, такая статистика только, скажем, является бальзамом на душу, потому что мы понимаем, что в целом ключевая проблема валютного блока не решается, и мы постоянно будем слышать от представителей ЦБ, что они либо задумываются о возможности еще более ресивного экономического стимулирования, либо они вообще будут анонсировать нам то, что эти события и действия, эти меры неизбежны. Поэтому долгосрочно снова возвращаю вас к тому, что ключевой посыл для распродаж евро против доллара – это контрастность монетарных политик, потому что даже если мы сейчас не дождались фактических решений со стороны ФРС, это просто вопрос времени, потому что дальнейшее повышение процентных ставок не снято с повестки обсуждения. Будем ждать. Мы ждали весь 2015 год, в конце дождались, но пока не увидели той реакции, которую бы нам хотелось увидеть по паре USD и иена. Из других отчетов, в частности, из основного фона четверга стоит отметить британскую валюту, потому что именно она была фундаментальным героем дня, а ставка осталась на прежнем уровне 0,5%, без изменения объема выкупа активов, также на прежнем параметре. Куда больше интереса вызвали последующие комментарии монетарного руководства. А судя по официальной позиции Банк Англии, на текущий момент регулятор допускает возможность еще большего спада инфляционного давления, и по этой причине рассматривает даже меры, которые будут направлены не на повышение процентной ставки, а напротив, возможное еще одно снижение. Вот вам и полярность, и контрастность тех ожиданий, которые спекулятивно могут быть реализованы в динамике фунта, и, соответственно, могут стать причиной ослабления этого актива против доллара. Но, несмотря на такой новостной фон, фунт продолжал настоятельно двигаться вверх, в принципе, добрался до хай 1.45.02, и там быкам, конечно же, рога чуть пообломали, потому что 1.45 оказался неизыблемым таким уровнем, после этого пошла коррекция, и, в принципе, фунт борется за тестинг этого значения и сейчас. Хотя, думаю, кишка у него пока явно тонка, тем более, что, если уж новостной фон на этой неделе, с точки зрения каких-то интересных отчетов, не будет провоцировать выраженные ценовые динамики, может быть, мы станем наблюдать резонирующий эффект прошлых отчетов, которые уже давно должны были спровоцировать ослабление британского валютного актива. Аналогичную динамику показывали австралийцы и новозеландецы. Что касается доллара японской иены, то она провалилась до отметки 110.66. Это минимум с 2014 года. Это торговая сессия конец прошлой недели. Но вы знаете, что как только был протестирован уровень поддержки на отметке 111, тут же все трейдеры снова заговорили о возможности валютных интервенций со стороны Банка Японии. И это спровоцировало уже обратное ралли пары. В целом, американцу против иены удалось закрепиться выше 111. Я считаю, что уровень 110, точнее, уровень 111 является как раз ближайшим уровнем мощнейшей поддержки, на которой стоит ориентироваться при выставлении стоповых ордеров стоп-лосс. То есть, ниже этой планки, вероятность того, что пара просядет, крайне низка. Я считаю, что от этих значений, если они снова будут реальностью, будет создана прекрасная возможность для покупок пары USD-иены. Это для тех трейдеров, которые устали ждать уровня 115. Я признаюсь, тоже устал, но не хочу залазить, скажем, впереди локомотива в рынок, потому что понимаю, что этот боковик может длиться еще очень долго. И мы видим то, что параллельно с какими-то большими предпосылками для роста американца, периодически свою бодрость показывает и японская валюта, соответственно, утягивая пару снова в район поддержки 111. В общем, такой боковик бы, если бы я был в рынке, явно бы меня раздражал и бестил. Я просто сейчас занимаю выжидательную позицию и жду тогда, когда рынок уж пойдет основополагающим образом. Если мы схватим уровень отложенного ордера байстолпа с отменкой 115, тогда сможем прокатиться еще выше. Из отчетов заключительной торговой сессии в прошлой неделе можно отметить данные по инвестиционным производителям Германии. В целом статистика плохая, минус 3% против прошлого, минус 2,4%. Это еще один фактор потенциального снижения показателей по инфляции, но про годовой показатель в рамках всего валютного блока мы уже с вами проговорили. Я настраиваюсь на то, что, к сожалению, из дефляционной зоны этому индикатору пока не выбраться, тем более, что программа количественного смягчения, она хоть и расширена, но изменения вступят в силу только через месяц. А значит, эффект возможной этой программы на показатели по инфляции мы сможем констатировать только минимум через квартал. То есть, еще очень много времени, и это время может стать причиной еще большего давления на позиции главного валютного риска, потому что, уверен, будет расти на растающем, опять же, прессинге на показатели по инфляции. Собственно, это все из важных отчетов прошлой недели. Давайте плавно переходить к тому, что у нас на повестке предстоящих торговых сессий. Завтра индекс делового оптимизма от ИФА параллельно со статистикой по ЗЮ. В целом, обратить внимание стоит обязательно на ЗЮ, потому что это более объективная статистика и более объективные цифры. Думаю, что последние данные, которые в целом по Германии уж точно мы анализировали, могут стать причиной ухудшения отчета, и если будет именно так, значит, европейская валюта должна статистически оказаться под давлением. Хотя бы, может быть, бизнес-настроение станет причиной распродаж евро, если уж главный валютный риск не хочет обращать ни на что внимания из другого. Отчет от Американского института нефти по запасам. Здесь даже несмотря на ожидаемый прирост, все равно трейдеры, скорее всего, будут толкать бренда выше отметки 41,5, потому что до 17 апреля еще очень много времени, и полагаю, что еще не все соки высосаны из позиций бренда и WTI с точки зрения роста. Поэтому перед тем, как бренд не доберется до, в частности, сегодня интересный прогноз, читал на Блумберге, аналитики краткосрочно ставят в качестве цели, ориентируя по бренду, 44 доллара за баррель, потому что 45 вроде бы как крутовато. Допуская то, что 44 действительно может быть реальностью, потому что до 17 апреля очень много времени, и последние недели нам дали ясно понять, что аспекулятивный спрос растет, и трейдеры действительно не реагируют, уже не обращают внимания на прочую статистику, которая появляется на рынке. Но если вернуться к моим прогнозам, я считаю то, что 42,5 было уже очень много. Поэтому если вы воспользовались моей прошлой рекомендацией, то уже покинули расположение этого актива, и, соответственно, заняли выжидательную позицию, которая должна сохраняться таковой вплоть до 17 апреля. Если мы увидим какой-то инсайд, который может появиться на рынке, может быть, кто-то скажет из представителей ОПЕК, что договоренности не будет, значит, даже до 17 апреля мы сможем увидеть серьезное ослабление. И вы должны понимать, что каким потерям это ослабление может привести по депозитам, если сейчас делать ставку, опять же, на более существенный рост позиции бренда. Поэтому для тех, у кого все-таки руки чешутся, еще хочется поспекулировать в плане роста, я думаю, что еще пояс не ушел. Можете прокатиться, но здесь уровни уже следующие определить вам нужно будет самим. Советую не замахиваться больше, чем на отметку 42 доллара за баррель. Из важных отчетов вторника еще данные по инфляции. Здесь я уже настраивался на то, что статистика будет плохая, потому что этот отчет будет базироваться на последнем приросте заработных плат. Мы там не видели существенного роста, а значит, смело можно настраиваться и надеяться на то, что и в рамках общего индикатора инфляции не будет прогресса. Если инфляция не вырастет, значит, снова трейдеры начнут обсуждать сроки повышения процентной ставки. Об этом мы уже говорили. То есть, сейчас даже не нужно спекулировать о сроках повышения ставки. Сейчас нужно задумываться о том, а избежит ли Банк Англии еще одного снижения. Вот это уже серьезный негативный момент для британца. А в среду достаточно спокойная торговая сессия, собственно, так же, как и в целом вся неделя. Продажа новых домов. Здесь в США уверен будет еще один позитив, потому что рынок недвижимости растет, и мы видим хорошие цифры на протяжении последних полутора месяцев. Думаю, что эта неделя также не будет исключением. Запасы нефти. Здесь, так же, как и по оценке API. Смотрим на статистику, но в целом ее игнорируем, потому что рынок спекулирует только на теме и ожидании итогов заседания 17 апреля. В четверг индексы главы активности по Германии и еврозоны. Статистика второсортная, но вы понимаете то, что на безрыбье и рак, щука, я выделил эти отчеты, потому что по европейскому региону, наверное, более стоящего фундамента не будет. Но хотелось бы сейчас прослить еще ситуацию с промышленным сектором, учитывая то, что в прошлый раз, на прошлой неделе, мы констатировали лучше показать за последние 6 месяцев, что-то подсказывает мне, что это была случайность. А значит, уже в ходе этих индикаторов прогресса, как такового мы уже констатировать не будем. Я, скажем, настраиваюсь на то, чтобы убедиться в еще большем фундаментальном негативе, который продолжу копить, и, соответственно, ждать, пока евро, так же, как и я, обратит внимание на то, что он должен быть причиной ослабления позиции этого актива. Роничные продажи по Англии. Здесь посмотрим, конечно же. Забегать в период не будем. Прогнозы строить тоже сейчас не хочется. Очень многое будет зависеть уже от, опять же, показателей по индексу потребительских цен. Если через этот индикатор мы сможем сделать ставку о росте потребительской активности, тогда можно будет ожидать и хорошей роничной продажи. Но, полагаю, что хороших данных мы все-таки не увидим. Наверное, все-таки последнее состояние промышленного сектора, сферу услуг, строительного сектора, которое мы констатировали, но объективно было причиной замедления спада роста экономики в целом. А глобальный экономический спад – это то, что готовит нас к слабой, точнее, не глобальный экономический спад, а экономический спад, который мы видим в рамках Англии. То, что готовит нас к слабым цифрам по ОВП. Но, разумеется, на фоне спада экономического характера не стоит надеяться на хорошую потребительскую активность. В общем, и по Англии в этот раз снова жду плохой отчет. Может быть, он станет определяющим для динамики британца и укажет на северные ориентиры. Заявки на пособие по безработице в США. Здесь у нас 54 недели подряд уже индикатор ниже 300 тысяч новых рабочих мест. Очень хорошие данные по заявкам на пособие по безработице и, самое главное, отсутствие прогресса роста. Находят свое отражение в именичном индикаторе по Non-Farm Perils. Тоже несомненный позитив, поэтому снова жду хорошую цифру и постепенно начинаю готовиться уже к следующему хорошему Non-Farm Perils, который мы будем анализировать в начале апреля. И буду надеяться, что этот отчет еще и будет интересен с точки зрения прироста по заработным платам и, надеюсь, станет причиной роста американца. Заказан товар длительного пользования. Наверное, один из самых важных отчетов по доллару. Цепляюсь за поддержку фундаментального характера и полагаю то, что для доллара ее может оказаться достаточно, чтобы предпринять попытку оказаться недалеко от отметки 113 против иены. Ну и в пятницу довольно-таки спокойный день. Из важных отчетов стоит отметить только данные по ВВП США. Здесь я также ориентируюсь на хорошие цифры и снова отталкиваюсь от прогресса на рынке недвижимости, от прогресса на рынке труда и от хорошей статистики в промышленном секторе и сфере услуг. Полагаю, что именно от этого и стоит отталкиваться, отстроя прогнозы по темпам экономического расширения. ВВП действительно имеет потенциал серьезного влияния на доллар. Если мы посмотрим на прошлый релиз прошлого месяца, реакция доллара против иены была больше 40 пунктов. 50 пунктов по USD иены сейчас будет достаточно, чтобы добавить больше оптимизма тем трейдерам, которые ставят по-прежнему на рост американцев. К этим трейдерам отношусь и я. Ну и также основной индекс расходов на личное потребление. Здесь, скажем, этот отчет будет плавно готовить нас к потребительской активности и также показателю по инфляции. Поэтому цифру по личному потреблению можно будет интерпретировать как подстегивающий инфроповод для роста индекса потребительских цен. В общем, если хорошая цифра, то также поддержка для доллара. Поэтому из того, что я сказал, уже логично сделать вывод о том, что я настраиваюсь в очередной раз на рост американца против иены. Цель 112.50. Евро-доллар снижение, так же, как и в отношении других рисковых инструментов. Евро-юсд 1.12. Австралийс против доллара 0.75. Фунт против доллара. Надеюсь, что все-таки спустится с небес и покажет более-менее адекватные значения, которые сейчас находятся даже ниже уровня 1.43. Но даже этой отметки будет достаточно, чтобы добавить оптимизма тем трейдерам, которые ставят на ослабление фунта против доллара. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, конечно же, задавайте. С радостью на них отвечу. Их можно оставлять либо в рубрике «Общий чат», либо в рубрике «Вопросы». Что касается S&P, считаю то, что текущие значения являются отличными для распродаж этого индекса. И, в частности, позиция, которая должна подкреплять уверенность в том, что американский фондовый рынок явно перегрет, это позиция, связанная с потенциальным ужесточением монетарной политики. Если вы помните и обратили внимание на то, что я говорил в ходе этого вебинара, сейчас по-прежнему нет четкой позиции того, сколько повышения ставки мы увидим. Но заметьте, что мало кто спорит с тем, что два раза краткосрочные ставки будут разорваны как минимум. Соответственно, двух повышений процентной ставки будет достаточно для того, чтобы спровоцировать серьезное укрепление американской валюты и стать причиной для разгрузки американской фондовой секции. Поэтому ключевым аутсайдером, исходя из американской фонды, может оказаться и S&P. Если вы сейчас ищете возможность для распродаж этого индикатора, долгосрочная, безусловно, потому что я в основном делаю прогнозы именно такого размаха. Сейчас отличные возможности для распродаж. Если вы все-таки придерживаетесь длинной позиции, длинных взглядов, связанных с тем, что верите, что двух повышений ставки не будет, даже одно повышение это будет манна небесная, тогда я все-таки советую вам рассмотреть возможность переориентирования и поиска, опять же, уровня для распродаж. 2100, простите, это что значит? Ну, пока мы ждем комментария. Может быть, у кого-то есть еще вопросы? Да, Евгений, как я сказал, текущее значение, они уже привлекательны для распродаж. Если хотите немного подождать, ну, может быть, это будет даже более беспроигрышный вариант. Но все-таки уверен то, что выше американская фондовая секция уж вряд ли заберется, потому что дальше мы будем констатировать, уверен, более хорошую статистику по США и каждый сильный макроэкономический отчет будет приближать нас, собственно, к более жесткой позиции ФРС и настраивать на покупки доллара и из продажи национального фондового рынка. Но вот что касается японской фонды, я, к сожалению, за ней не слежу, но для вас готов проанализировать ситуацию, поэтому предлагаю перевести, опять же, это обсуждение в плоскости форума Markets аналитической ветки. Оставляйте вопрос там. Уверен то, что среди трейдеров и инвесторов есть много, которые также интересуются этим активом. Полагаю, что у нас может получиться очень неплохая дискуссия. Но в целом в отношении японского фондового рынка напоминаю то, что у нас на повестке все-таки серьезное событие, которое, уверен, будет связано с тем, что Банк Японии расширит хотя бы до 100 триллионов иен в год программу количественного смягчения. Вот как раз вот эти стимулы, они являются оздоравливающими для национального фондового рынка и, соответственно, могут поддержать позиции НИКИ. И очень важный здесь момент заключается в том, что хорошо бы, чтобы до этих пор мы не получили четкого сигнала о том, что ФРС будет повышать дальше ставки. Потому что если мы получим сигнал об этом раньше, чем Банк Японии анонсирует решение программы количественного смягчения, то здесь все-таки даже НИКИ не избежать распродаж, потому что коррекция американского фондового рынка, она по цепной реакции потащит за собой и прочие развитые площадки, развитые рынки. И НИКИ также не будет исключением. Ну, поскольку вопросов больше нет, огромное всем спасибо за внимание. Удачной вам сегодняшнего окончания торговой сессии и удачной, конечно же, всей торговой недели. Не забывайте о том, что вы всегда можете задать любой интересующий у вас вопрос в лучшем, конечно же, случае на канале YouTube, потому что я советую оперативно отвечать там. Ну и форума Markets также не игнорирую, соответственно, захожу на ветку и стараюсь, соответственно, оставлять комментарий и там. В общем, если есть интересующие вопросы, буду рад вашему комментарию, буду рад вашей позиции по тому или иному активу, вашему видению, потому что в целом так тотально у нас вырисовывается общая картина. Именно этого я и добиваюсь, потому что одна голова хорошо, тогда, когда к оценке перспектив присоединяется большее количество трейдеров, ну, гораздо лучше. Соответственно, еще раз благодарю всех, кто смог найти время, чтобы посетить правильный понедельник. Надеюсь, информация, которую вы сегодня услышали, была вам полезна. В общем, с этим новостным фоном мы идем дальше и продолжаем следить за актуальным новостным фоном. Всего доброго! До свидания! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...